художник и учитель сегодня мы пройдемся по трем странам и соответственно по трем векам и первая история которая нас ждет это история об ученике но здесь мы встретим не два имени как обычно а целых три и все имена в этой истории очень тесно связаны обратите внимание сегодня мы встретим филиппа липпе баттичелли о которой мы уже говорили на наших лекциях и филиппина липпе 1 и 3 не путайте они не просто так названы одинаково это родственники отец и сын все они были друг другу не только близкими с точки зрения родства но и близкими с точки зрения ученичества или учительства начнем с первого имени это филиппа липи его еще называют фра филиппа липпи вот эта приставка фра обозначает его монашеское прошлое изначально фра филиппа липпи был монахом у него очень рано умерли родители он попал на обучение или на воспитание к своей родственнице к своей тете и к 15 к его 15 годам она решила что его детство закончилось и отдала своего племянника в монастырь но оказалось что у фра филиппа липпи или тогда он еще не был фра просто филиппа липпи очень большие способности к рисованию и способности к живописи и это в нем расцвело вот как раз монастыре полным цветом он смотрел на фрески украшавшие монастыри он вдохновлялся наследием художников которые работали здесь до него особенно наследием мазаччо и имя мазаччо оно стало для него очень важным на протяжении всей жизни а еще и на протяжении жизни его наследников но так случилось что кроме вот этого склонности к живописи ничего в характере филиппа липпи монахов не привлекала оказалось что его характер и его склонности они совершенно не предназначены для того чтобы находиться в монастыре он слишком много веселился слишком много буянил слишком любил женщин слишком любил развлечения в общем монастыре он выдержал недолго здесь я как раз привожу один из отрывок из книг одной из исследователей одного из исследователей его жизни который очень подробно расписывает почему же филиппа липпи в монастыре не очень сильно радовались в общем через несколько через некоторое время он из монастыря выходит самое интересное что он не только не отказался от этой приставки к своему имени к фра но он продолжил носить монашеские одежды и в общем-то о своем монашеском прошлом они он не забыл через некоторое время он нашел себе покровителя с которым работал ну или с которым общался всю жизнь и постепенно начал становиться все более и более известным и именитым художником мы сейчас с вами напомню во флоренции и мы сейчас в сороковых пятидесятых годах когда филиппа липпи только становится постихоньку он начал получать заказы получать заказы как от светских светских заказчиков такая церкви он начал писать фрески и эти фрески стали пользоваться успехом также как и у его великого учителя мазаччо и кроме того он начал устаканиваться как семьянин и как учитель у него появилась мастерская в которой он набрал себе несколько учеников и у него получит появилась жена причем история их знакомства с его женой она тоже очень интересная поскольку давайте вернемся назад поскольку его жена была изначально тоже монахиней и он увидел ее когда работал над заказом одной из церквей писал тоже им фреску увидел среди многих-многих монашеских яиц вот одно то которое его привлекло и он захотел видеть это лицо всегда рядом с собой но поскольку монахиням и монахам жениться и вступать в барак нельзя ему пришлось свою невесту украсть какое-то время они жили в таком состоянии краденом состоянии но обратились к папе римскому тот им дал разрешение на брак и в конце концов они смогли стать семьей у них родился сын сына они назвали в честь отца филиппина липи именно поэтому нам нужно зафиксировать эти два имени их ни в коем случае дальше не путать кроме того что у него появилась семья у него появился сын у него появились ученики один из его учеников был конечно сандро батичели про которого мы все слышали уже столько сколько только можем но тот момент когда он поступает в мастерскую филипп филиппо липпи он конечно еще совсем не батичели который мы его знаем он еще просто ученик который во многом копирует вещи своего учителя он во многом отталкивается от стиля своего учителя филиппо липпи и от стиля его учителя мазаччо и вот в первых работах батичели это очень сильно переплетается вот для примера я показываю одну из ранних вещей сандро батичели мадонна с младенцем сопоставив ее с некоторыми вещами филиппо липпи мы можем увидеть во первых то что здесь батичели еще не то батичели который мы знаем он еще не нашел свой стиль он не встан не становился как художник и он во многом во многом копирует своего учителя даже в типе лица даже в построении композиции даже в склонности к вот этой вот очень четкой очень строгой перспективе поклонником которой был филиппо липпи но так длится недолго дело в том что филиппо липпи он точно так же и будучи учителем точно так же продолжал активно работать и когда он получил один из заказов тоже заказы от заказа на роспись церкви он уехал туда вместе со своим сыном уже подросшим слегка но так случилось что во время исполнения этого заказа большого заказа фрески это долгое по времени произведение он умер и получилось что его учили его у сын который уже начинал подрастать и тоже становиться желать становиться художником и его ученики они остались в общем-то без учителя и так случилось что батичели несмотря на то что батичели уже в это время был довольно взрослым художником он переходит в другую мастерскую он переходит мастерскую к андреа вироккио мастера который точно также был известен еще и тем что он был учителем леонардо винчи батичели и леонардо винчи они кстати столкнулись в этой мастерской какое-то время не провели вместе вот здесь для примера я вам привожу две вещи слева это работа с андро батичели справа это работа андреа вироккио написаны они ну условно примерно в одно и то же время я хочу показать вам эти две вещи просто для того чтобы отметить насколько много берет батичели от очередного своего мастера очередного своего учителя насколько похожи драпировки насколько похожи не только композиция как из-за буквально зеркальное насколько похожи похоже то как он составляет сам силуэт лица и как он лепит форму лица и вспомните опять же на полотно которое мы видели до этого какая большая разница то есть насколько на самом деле ученик в классический период из искусства зависим от своего учителя насколько много он берет и впитывает более того к этому вопросу мы еще вернемся чуть позже но я скажу о нем сейчас вообще принципе система учительства и ученичества в искусстве классическом стояла в том что ученик пишет свои работы далеко не сразу сам он очень много копирует мастера через какое-то время когда он уже научился копировать и научился работать с вот этим вот стилем мастера а более того научился работать с материалами потому что он параллельно еще и растирает краски готовят основу для своего учителя и так далее он получает право участвовать в создании работ своего учителя он может написать там кусочек пейзажа или кусочек фона кто-то кто уже по мастеровития может писать драпировки а сам мастер может при этом ну работать над композицией работать над прописью лиц например и получается что готовые работы которые подписываются именем учителя они по сути созданы с авторстве его и его учеников и очень это очень важная такой очень важный момент для того чтобы понимать как принципе передается умение в это время и как и что в принципе себя представляют картины этого времени теперь мы возвращаемся к нашим героям здесь я предлагаю две работы одна из них это баттичелли другая из них это филиппа липпи я их специально не подписала чтобы можно было потратить минутку и попытаться понять что здесь что разумеется и то и другое это работы этого периода когда баттичелли еще был в мастерской филиппа липпи мы видим что они ну практически идентичны то есть очевидно что ученик когда работал над своей работой он опирался на работу своего учителя разгадка такова что то что справа это баттичелли то что слева это его учитель филиппа липпи вещь слева это мадонна с младенцем и ангелом она интересна еще и тем что как и многие работы филиппа липпи она несмотря на то что это символическая сцена которая изображает библейских героев она одновременно еще и семейный портрет потому что моделью для мадонны послужила вот любимая жена филиппа липпи моделью для христа ну для младенца и для ангелов на переднем плане послужили его дети двое их двое детей получается что разница между семейной сценой и разница между семейной сценой на божественной сцены она ну я практически нету и очень многие подобные композиции филиппа липпи они построены точно также он использует качестве модели свою жену свое окружение и вот здесь мы встречаем нашего третьего персонажа мы встречаем филиппина липпи поначалу филиппина липпи учился конечно же в мастерской своего отца и разумеется впитывал все то чего чему научился он и что он умел соответственно в его арсенале уже то чем характерен филиппо липпи и конечно чем характерен мазача который длится над всеми этими мастерами вот единой линии после того как его отец умирает исполняя заказ филиппина присутствовал там же он был тоже отправился к этому заказчику в качестве помощника отца он возвращается обратно и в соответствии с завещанием отца поступает учеником но уже ксандр баттичели я напомню что баттичели в это время это еще были 60-е годы баттичели 70-е годы начало 70-х баттичели в это время еще не сложившийся мастер он еще не тот баттичели которым мы знаем у него есть заказы но немного это еще не самое громкое имя во флоренции своего периода получается что значит это завещание филиппо липпи что он признает одного из своего учения своих учеников как достойного чтобы передать традиции ему своему прямому потомку своему сыну и получается что очень долгое время пока филиппина липпи находится мастерской баттичели их работой настолько близки и настолько неразрывные что многие исследователи их даже не могут разделить и немного будут разграничить. Поэтому очень многие работы Филиппина Липи долго приписывались Боттичелли, потому что они просто ничем не отличались. И там не было никаких материалов для атрибуций. Так, например, вот на этом слайде я представляла вам полотно, которое было изначально не подписано Филиппиной Липи, оно было подписано друг Сандра, ну, то есть друг Сандра Боттичелли. Так подписывались очень многие ранние работы Филиппиной Липи, просто потому что он был, получается, неотделим от своего учителя. И я прошу вас чуть внимательнее присмотреться к самой этой работе. Вспомнить о тех вещах Филиппа Липпи, Боттичели, которые мы видели до сих пор, и найти их черты в этой работе, которая еще полностью ученическая, где он еще не встал на путь в себя, как взрослого художника. Даже сама структура лица, само построение пространства очень нам напоминает о всем том, что мы видели до сих пор. И тут мы встречаем еще одно имя, про которое мы уже говорили. Дело в том, что в капелле Баранкачи сохранился целый цикл фресок, над которыми работал Мазаччо. Этот цикл был не завершен, потому что Мазаччо в принципе прожил не очень долгую жизнь. Какие-то фрески он написал полностью, а на какие-то у него просто не хватило времени. Этот цикл считается вообще одним из знаковых работ в его карьере. И вот так случилось, что на этот цикл смотрел и Филиппа Липпи, восхищаясь им, и сожалея, конечно, о том, что он не завершен. На этот цикл смотрел и его сын Филиппина Липпи. Но так получилось совершенно удивительным образом, что вот как раз Филиппина Липпи получил шанс завершить весь этот большущий и величайший цикл фресок. Но так как фрески, некоторые из них были не дописаны, с некоторых из них соскобилили фигуры, которые были уже написаны в Мазаччо, то есть получается фреска наполовину готова, наполовину не готова, а некоторые стены были пустыми, их нужно было описывать полностью. И Филиппину нужно было что-то с этим делать. Ему нужно было дописать цикл фресок так, чтобы его стиль и его склонности художественные не сильно его далеко уводили от первой авторской живописи, от Мазаччо. И он это и делает. Вот это, например, одна из фресок цикла, которую нужно было дописать, а не написать с нуля. То есть Филиппина Липпи использует живопись Мазаччо и продолжает ее сам. Дело в том, что Филиппина Липпи, в принципе, это художник уже последней четверти, ну или последней третьей 15 века. Это время, когда высокое возрождение уже потихоньку переходит в маньеризм. Это значит, что он уже склонен к большим цветам, к меньшей сдержанности в линии, меньшей сдержанности в композиции. Ему, в принципе, хочется всего больше, ярче и вот так вот декоративнее. Но Мазаччо – это художник более раннего времени, более строгий, более сдержанный. И вот здесь вот Филиппина Липпи приходится умелить весь свой пыл, всю свою декоративность, чтобы хоть как-то попадать в авторскую живопись. У него это прекрасно получается. Вот я показываю вторую фреску из этого цикла. Фреска, которая написана полностью Филиппина Липпи. Здесь Мазаччо ни при чем. Он писал ее на пустой стене. Ему, опять же, ему нужно умерить свою декоративность и прийти к тому, к единому циклу. Здесь я прошу обратить ваше внимание на две части этой фрески. В центре, вот прямо под аркой, стоит молодой человек. Его практически не видно из-за других фигур. И еще справа, совсем-совсем в углу, тоже есть голова молодого человека. Вот они поближе. Соответственно, под аркой вот он слева, справа, вот он справа. Считается, что тот молодой человек, который справа, в синей шапочке такой, это автопортрет самого Филиппина Липпи. Очень такая частая практика для художников вписывать свой маленький, незаметный автопортрет в свое большое произведение. А вот молодой человек, который слева, они, заметьте, они очень похожи на самом деле. Ну, оба кудрявые, темноволосые. Предполагается, что это портрет Сандро Паттичелли. То есть Филиппина вписывает портрет своего учителя, да и близкого друга. Между ними была не очень большая разница в возрасте, около 10 лет всего. В еще одно свое произведение, которое точно для него значило очень много, поскольку он дописывает цикл одного из своих величайших учителей. Здесь мы приходим к еще одним вещам. Это портрет молодого человека, безымянного молодого человека, который сейчас атрибутирован как полотно Филиппина Липпи. Очень долгое время исследователи считали, что его написал Баттичелли. Я не просто так показываю его сразу после вот этих двух молодых людей, потому что очевидное сходство натурное мы можем увидеть. Возможно, это автопортрет, но специально для сравнения я представляю еще один автопортрет, уже установленный автопортрет, филиппина Липпи, просто чтобы сравнить. Вокруг конкретно этого портрета действительно было очень много споров. Он очень долго атрибутировался как работа, принадлежащая Баттичелли. Только совсем недавно все исследователи пришли к выводу, что это все же Филиппина Липпи. Я замечу, что это уже 80-е годы, время, когда Баттичелли находится в зените своей славы. То есть он пишет как раз те полотна, по которым мы все его знаем, рождение Венеры, весна и так далее. И, наконец, мы уже в финале этой истории. Филиппо Липпи, тот, который отец, знаменит еще и тем, что он придумал новую форму для представления картин. Многие свои картины вписывал в круглую форму. Это называется тонто. Потихоньку эта форма распространилась по Италии, ее начали использовать многие. Вот эта работа Филиппина Липпи в том же и той же самой форме тонто. Сын использует то, что придумал его отец. И как раз для сравнения я покажу работу, которую я уже показывала в самом начале. Это одна из первых работ Филиппо Липпи. Просто чтобы понять, от чего мы исходили в 30-х годах и к чему мы пришли в 80-х. Посмотрите, насколько все богаче с точки зрения количества цветов. Насколько все декоративнее, насколько изощреннее позы вот этих вот двух фигур. Хотя сама по себе композиция практически не изменилась. Это очень традиционная композиция для Благовещения, когда ангелы Мария находятся друг напротив друга, их разделяет символическое нечто или, допустим, вообще границы полотен или стена между ними. Но заметьте, как все изменилось. Ну и, наконец, это работа Филиппина Липпи его уже зрелого периода. Эта работа написана за несколько лет до его смерти. Это одна из его фресок в «Капелле Строцци». Я ее показываю просто, чтобы зафиксировать, к какому богатству и изощренности, и даже, может быть, некоторой многочисленности цвета, форм, фактур пришел наш герой. И еще раз вспомнить, от чего все начиналось. Здесь мы историю закончим. Теперь нам нужно будет перенестись и во времени, и в пространстве. Нам нужно будет оказаться во Франции середины XIX века. Даже конца XIX века. Нам опять встретится имя, которое точно всем известно. Это Огюст Роден и его ученица, и, в принципе, очень важная для его жизни, для его карьеры и для его судьбы, женщина Камила Кладель. В принципе, эта история могла бы быть спокойно помещена и в нашу первую лекцию, поскольку этих двоих связывали далеко не только учительско-учинительские отношения. Огюста Родена мы, конечно, все знаем, как одного из самых знаменитых скульпторов мира. Имя Камилы Кладель практически неизвестно. Известна она только в одном контексте. В том, что Камила Кладель была долгое время не только ученицей, но и любовницей, и натурщицей Родена. Дело в том, что в это время женщин не принимают высшие художественные учебные заведения, и если женщина желает обучиться мастерству художника или мастерству скульптора, как и сейчас, например, ей нужно искать другие пути. Камила Кладель и Льоги с Роден познакомились в 1983 году, когда Камила еще была молодой девушкой, Роден был старше ее на 20 лет. Камила уже решила, что она хочет идти по пути скульптора и быть прекраснейшим скульптором. И она уже брала частные уроки скульптуры. И вот в одном из таких тесных домашних кружков она познакомилась с Роденом. Очень быстро она стала его натурщицей, и очень быстро она стала его любовницей. Она перешла к нему в мастерскую. Здесь я показываю как раз две фотографии Родена, работающего в его мастерской, и сразу за ними фотографию Камиллы, которая тоже работает в мастерской. Так случилось, что, в принципе, нахождение Камиллы в мастерской Родена было довольно сложным. Она была единственной женщиной-ученицей. Все прекрасно знали, какие отношения связывают ее и ее мастера. Все прекрасно знали, что это именно она натурщица для всех их прекрасных обнаженных скульптур. То есть, по сути, она полностью раскрыта перед всеми учениками Родена. Есть еще одна особенность. У Родена все это время была жена, от которой он отказываться не хотел. И все это время его разрывают между его женой, с которой его связывают официальные отношения, и его ученицей, которая, очевидно, стала его музой, разрушена, появляется буквально на каждой его работе. В принципе, мы знаем Родена, мы привыкли думать о Родене как о певце красоты, певце любви и отношений между мужчиной и женщиной. И очень часто принято считать, что в определенный период, в 80-е годы, каждый женский образ, который появляется в его скульптурах, это образ Камилы. Вот для примера эта работа Данаида, моделью для которой была Камила. Сама Камила оказалась очень талантливым скульптором и очень талантливой ученицей. Роден ее очень хвалил за это, он очень быстро приблизил ее и сделал из обычных учениц по статусу, человеком, который может работать вместе с ним над его же произведениями. И дальше несколько слайдов мы посвятим тому, чтобы сравнить некоторые работы Камилы и некоторые работы Родена, сделанные в один и тот же период, вот как раз когда она находилась в его мастерской. Камила слева, Огюст Роден справа. Мы видим, что композиции очень близки, ну практически, что сюжет один и тот же. Очевидно, что эти две работы тесно связаны друг с другом. Причем самое интересное, что, конечно, думается, что Камила вдохновлялась работами Родена, но датировка работ говорит нам о другом. Но, опять же, мы знаем, что Роден множество раз редуцировал свои скульптуры, повторял их из раза в раз, поэтому датировка некоторых из них может быть довольно подвижной, просто потому что они повторялись. И кто же был первым, и кто же работает над идеей, изначально кто ее подхватывает, тут не совсем понятно. Или вот еще один пример. Вечный кумир в интерпретации Камилы слева и Вечный идол в интерпретации Родена справа. Опять же, вот та же самая история. Сюжет тот же самый, очень близкая композиция. И если на первом сравнении мы видим, что художники по-разному работают с материалом, и если у Камилы это очевидная постановка, то есть у нее есть модель, которая сидит на каком-то постаменте, она просто ее лепит, то у Родена модели, в принципе, человеческое тело очень тесно связано с материалом, он работает с материалом, то здесь такой разницы в умении, такой мощнейшей разницы в умении мы уже не видим. Это знаменитейший поцелуй Родена, моделью для которого, опять же, послужила Камилла и, как считается, сам Роден. В общем, в принципе, устоялась такая история, что этот поцелуй, так же, как и скульптура Вечная весна, например, это выражение всего того, что Роден чувствовал к своей ученице, к своей музеи, к своей возлюбленной. Я замечу, что изначально эта вещь должна была украшать врата Ада, и она была посвящена так же, как, в принципе, и мыслитель Родена, известнейшей, но через какое-то время Родена решил, что она и сама по себе достаточно хорошо смотрится, можно ее и отдельной скульптурой сделать. И она была посвящена вполне конкретной определенной паре, это Франческо Дальмини и ее возлюбленный. Это два персонажа божественной комедии, Данте, которые были наказаны за свою греховную любовь, поскольку Франческо была замужем, но она влюбилась в брат своего мужа, и тот муж их за греховную связь наказал. Хотя по каким-то из вариантов истории, в общем-то, ничего между ними-то и не успело случиться, муж оказался слишком быстрым. И вот, вот это вот номинальное использование любовной истории между Франческой Дальмини и ее возлюбленным, которая была очень любимой среди художников, и при этом же использование в качестве натурщицы своей возлюбленной и себя в качестве мужского персонажа, это, конечно, такое очень красивое объединение двух историй, приближение своей любовной истории к вот этой вот прекрасной любовной истории, описанной Данте. Через какое-то время Камиле надоедает вся эта ситуация, что она остается любовницей, что у ее возлюбленного все еще есть жена, от которой он отказываться как бы не планирует и не будет никогда отказываться, и она ставит ему ультиматум, что или я, или она. Более того, в ультиматум входит не просто мы с тобой разрываем отношения, в ультиматум входит, что мы с тобой разрываем и профессиональные отношения в том числе, то есть я выхожу из твоей мастерской. На какое-то время Роден согласился, они отправились в прекраснейший вояж по Европе, но его хватило ненадолго. И в конце концов Камилла вышла из его мастерской и запланировала работать как самостоятельный скульптор. Что самое интересное, сейчас мы имени Камиллы как скульптора не знаем вообще, но на тот момент, после выхода из мастерской Ромы Родена, она была довольно-таки успешной. Она получала заказы, она участвовала в выставках, на некоторых выставках она была вообще единственной женщиной-скульптором, которые там появлялись. Здесь я привожу несколько ее работ, особенно отличающих вот этот вот ее недолгий, самостоятельный и довольно полотворный период, бронзовый вальс или волна. Здесь, например, в принципе, очень интересная работа с материалом, поскольку она использует бронзовые фигурки трех девушек, но сам камень, сама волна высечена из цельного уникса. То есть это совсем другая схема работы с материалом, но очень напоминающая, кстати, Родена, который предпочитал оставлять материал стихийным и нетронутым. Но это продолжалось недолго. К 905 году, как пишут исследователи, у Камиллы развелась паранойя. Ей начало казаться, что Родена выставляет на выставке ее произведения, выдавая их за свои. Она, в принципе, она очень сильно паниковала, по этому поводу, считала, что тот забирает себе ее славу. И, скорее всего, ее личные претензии к Родену никуда не делись. И потихоньку работы у нее становятся все меньше, она становится все менее творчески активной, а подозрения развиваются все больше и больше. Здесь я привожу фрагмент, опять же, из описания одного из исследователей, который описывает, что случилось с Камиллой в 1913 году. В конце концов, она запирается у себя в мастерской, не выходит из нее совершенно и связи с внешним миром совсем не поддерживает. Через какое-то время ее забрали в психиатрическую больницу, где она провела все оставшееся время до своей смерти. Напоследок я покажу еще одну ее работу. Это работа, которая называется «Зрелый возраст». В ней три фигуры. Мужская посередине, женская, которая обхватывает мужчину за плечи и явно уносит ее куда-то назад. И еще одна маленькая женская фигура внизу, стоящая на коленях. Эту работу очень любят интерпретировать, да и, в принципе, я думаю, что это дуально жизненная интерпретация, как, в принципе, воплощение всего того, что испытывала Камилла после разрыва с Роденом. Когда возлюбленный все-таки ушел, и его все-таки увели, а она остается вот здесь вот одна. На этом история опять же закончилась. Нас ждет последняя история. Она получится самой короткой. Хотя из всех трех она, наверное, одна из самых значимых. Более того, эта история про отношения одного человека и целой плеяды художников, целых нескольких десятилетий художников, она настолько большая и значительная, что вы можете найти множество исследований на эту тему, очень глубоких исследований. Я лишь обозначу несколько точек, от которых можно будет плыть самостоятельно. Для начала я показываю работу из коллекции нашего Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Я надеюсь, что вы ее узнали. Это работа Фалька «Девочка в кресле». На одной из крупных выставок несколько лет назад эта работа была отнесена к стилю, который называется сезонизм. То есть периоду, когда многие художники, русские авангардисты, а Фальк был как раз тем же самым авангардистом, обращались к наследию Сезанна и как-то использовали или притворяли его в своем творчестве. Самое интересное, что на таком русском поле, русском и статистическом поле, сезонизм – это довольно прижившееся слово. А в англоязычном вы, скорее всего, такого слова не встретите. Хотя Сезанна вдохновлялись и Пикассо, и Брак, и кто им только не вдохновлялся. Но как-то так сложилось, что зафиксировалось влияние Сезанна на художников именно в слове, только в России. Это история про учителя и его учеников, которые даже не были знакомы, по сути. Русские авангардисты, большинство из которых училось на западных образцах, преимущественно на французских образцах, прекрасно знали полотна Сезанна, но как-то пересечься с ним лично немногим довелось. Для того, чтобы понять, как именно Сезанн повлиял на авангристов, нужно познакомиться с тем, кем был Сезанн. Сезанн, Поль Сезанн, получил классическое образование. Он был изначально классическим художником. Но он считается тем художником, который прошел весь путь в искусстве от классического до предтечь модернизма. В принципе, Сезанн и есть предтечь модернизма. Самое интересное, он очень сильно не любил и критиковал работы своих современников, Ван Гога, Гогена. Очень к нему оказывались не близки, хотя сам он как раз прошел по этому пути прощания с классическим искусством дальше всех. Сезанн преимущественно известен своими классическими жанрами, пейзажами, натурмортами. Они всегда разные. Если начинал Сезанн с очень классических видов, закончил он совершенно удивительными воплощениями того, что некоторые исследователи называют картина как форма. Что в нем самое главное? То, что когда он пишет то, что реально нас окружает, допустим, обычный пейзаж, в котором он вырос, он пишет все формы, которые включаются в этот пейзаж, небо, горы, деревья, как абсолютно равнозначные формы. У него нет фона, как, например, небо. Небо у него значит то же самое, что и все остальное. Он занимает то же значение, что и все остальное. Он совсем не разделяет планы. Он не пишет ближний план, то есть камушки, которые ближе к нам, они должны были быть проливные. И он не пишет дальний план. У него нет вот этого разделения планов. Сам Сезанн имел некоторое нарушение зрения. У него был один зрачок смещен в сторону. И поэтому он говорил, что из-за вот этого нарушения зрения он не справляется с планами. То есть он, в принципе, видит мир не так, как мы с вами. И у него планы как будто качаются или как будто пляшут. И вот это вот все переносится на его картины. Его картина не про тот мир, который мы видим вокруг, и не про те составляющие классического пейзажа, которые мы привыкли видеть, а про формы, которые можно найти в этом пейзаже. То же самое можно сказать. Вот, например, еще один его пейзаж, еще более приближающийся к такой чистой форме или чистой формальности. Он очень темный, но все же что-то разглядите. Или вот, например, его натюрморты. В принципе, про них можно сказать примерно то же самое. Ему одинаково интересно писать, как складки скатерти внизу, так и драпировку наверху, украшенную вот этими безумными узорами, так и сами фрукты. То есть его натюрморт это не про фрукты. Его натюрморт это про все формы вниз. Более того, в принципе, так как Сезанн, натюрморт мало кто ставит. Ему неважно построить стройную композицию, красивую композицию. У него очень часто предметы натюрмортов вообще сильно разбросаны, хаотично разбросаны. Потому что вот эта вот четкая композиция, это не про Сезанна. И вот мы зафиксировав эти несколько точек про отношения планов, про отказ от четкого фона и четкого сюжета, мы передвигаемся к авангардистам. Дальше мы встретим очень много имен. Например, каждого из них мы просто посмотрим, что из Сезана взяли себе русские авангардисты, от чего они отказались. Первый, кого мы встретим, это Петро Фоткин и его маленький натюрморт с яблоками. Почему это Сезанн? Не только из-за сюжета, конечно, хотя это, в принципе, очень классический сюжет. Потому что, опять же, посмотрите, как Петро Фоткин выстраивает свою композицию, ну или как бы с первого взгляда не выстраивает композицию. У него яблоки разбросаны по скатерти. Но что здесь важнее у него? Ему важнее скатерти или ему важнее яблоки? Если приглядеться и рассмотреть то, как он написал складки, мы увидим, что складки на его скатерти это точно такие же формы, как и яблоки на его скатерти. Более того, Петров Фоткин это человек, который получил, опять же, классическое образование. Он был очень тесно связан с иконами и с иконописной живописью. Для него была очень близка вот эта идея про то, что какой-то предмет на его полотне не значит определенный предмет, ну это не конкретно яблоко, он значит идею вообще. Он, в принципе, соединяет вот эти вот истории про формы с идеями русского космизма, которые очень популярны в это время. Мы даже не дальше двигаемся дальше. Это Илья Машков. В принципе, Илья Машков и другие художники из объединения, в которые он ходил, в клуб Новый Валет, они очень много взяли от Сезана. Но, например, Машков изначально любил еще и Матисса. И он очень долгое время, Матисса, который был за яркость цвета, за простоту живописи, за максимальное упрощение. И очень долго у его полотнах он такой, он как бы между Матиссом и Сезаном, вот туда-обратно. Здесь я хочу обратить ваше внимание на несколько вещей. Во-первых, посмотрите, пожалуйста, в левый нижний угол картины. Там, где расположена тарелка, опять же, с фруктами. То есть, как бы, как нам определить жанр этой картины? Вроде бы, это портрет. Но при этом это бытовое полотно, то есть жанровое полотно, но у нас в нем есть натюрморт. У нас же в нем есть элементы, которые воспроизводят такую бытовую жизнь. То есть, вот этот ковер, такие сцены были очень популярны, там, знаете, на коровках с конфетами, вот на коврах. То есть, это как бы немножко лубок, то есть, история про, ну, народное или про бытовое искусство. И вот оно все здесь вместе. И где жанр, что важнее, опять же, не знаю. Но и опять, просто посмотрите на то, как он выстраивает пространство, в котором находится его портретируемая, Венера. И пространство ковра, который висит на стене, он должен быть как бы вообще-то плоским. Должна быть просто картинка. Но все на нем, оно вырывается. У нас опять, изначально ковер должен был бы быть, наверное, фоном. То есть, представьте себе просто фотографию, которая сделана в таком же интерьере. Но здесь ковер не фон. Здесь ковер на нас скачет. Вот это, опять же, история про фон и не про фон. Или еще один натюрморт. Опять же, Роберта Фалька. Слышали про него в самом начале. История опять то же самое. Хаотическая композиция, на первый взгляд, ее как будто вообще нет. Предметы разбросаны. Самое главное в этой картине – это не предметы. Вообще, в принципе, даже мы посмотрим, можем и не понять, что именно это изображено. То есть, что это именно за булка хлеба, например. Самое главное – это пространство и про то, как предметы соотносятся с пространством вокруг них. Что важнее – фон или предметы? У нас нет уже понятия фона. Это Александр Куприн и его пейзаж. Очень важно отметить, что, в принципе, русские авангардисты, они вдохновлялись, конечно, не только Сезаном. Они вдохновлялись тем же самым Пикассо и Браком. Допустим, этот пейзаж очень напоминает те пейзажи названных двух художников до кубистского периода. В принципе, в работах авангардистов смешались очень многие тенденции, преимущественно французского искусства, и из них появилось что-то новое и свое. Здесь мы остановимся на одной из самых известных картин Сезанна – это Купальщицы. Она интересна, ну, кроме всего прочего, тем, что здесь Сезанн очень явно заигрывает с классической живописью. Во-первых, он выбирает сюжет Купальщицы, который много-много раз появляется, в принципе, в истории искусства, в самых разных видах. Посмотрите, как он выстраивает композицию. Вот эти ветви деревьев и сами купальщицы – это совершенно очевидный треугольник. Треугольная композиция в классическом искусстве – это вот просто то, во что свято верят все художники. Это настолько классический, насколько, в общем, может быть классический. Но вот эти формы у нас выстраивают треугольник, но этот треугольник настолько явный, это настолько треугольник внутри картины, что это просто удивительно и даже немножко забавно. Вот мы запомним это полотно и обратимся дальше. Это работа Малевича. Вы заметите, что она по периоду уже сильно отличается от того, что я показывала до этого, это уже 20-е годы. Это совершенно явная апелляция к Сезанну. Но эта апелляция к Сезанну совсем не того уровня, которому выстраивали их другие художники. Это не вдохновленное использование его опытом. Это немножко ирония. То есть это опять же купальщица, это опять же можно увидеть треугольную композицию. Но это использование опыта уже совсем переработанного. Напомню, что это период Малевича, когда он уже вышел из своего супрематического состояния и вернулся к классической живописи, но при этом использовал все то, что наработал до сих пор. И, наконец, несмотря на вот это вот сильнейшее влияние Сезанна и, в принципе, французского искусства на русских художников, оно было не столь однозначно, поскольку многие художники не желали быть рабами французского искусства, они желали находить новое и использовать новое. Например, Наталья Гончарова, этот стата из ее воспоминаний. Гончарова точно так же училась на французском опыте, на сезановском опыте, она прекрасно его знала. Но сама она говорит о том, что именно это обучение этому опыту, использование этого опыта, позволило ей открыть новое и перейти на новый уровень в ее искусстве, где она как раз таки обращается ко всему, что не западное, ну, ко всему восточному. И в завершение я показываю еще одну картину из коллекции нашего Екатеринбургского музея. Косарей, которая как раз и является прекрасным примером вот этого ее обращения ко всему русскому и ко всему, ну, там, условно, восточному, да, обращение к иконной тематике в плане использования цветов, таких очень основных цветов, которые часто используются в иконах, тому, как она строит форму. Например, она подчеркивает цвет, который падает на фигуры, не тоновыми переходами, а белыми яркими бликами, как оживы на иконах, например. Это сам сюжет, который она выбирает, сама работа ее персонажей с землей, то, как они, в принципе, относятся к зрителям, они не смотрят на него, они находятся в совершенно другом своем пространстве, но, опять же, как персонаж на иконах, например. И вот, это еще раз пример того, как Сезанн помог авангардистам уйти от своего, от того Сезановского к совершенно новому. Здесь мы с вами завершаем и эту историю, и эту тему.